Он родился в Баку, который Горький называл Фторняпорем. Бакинская бухта с морским прибоем и баржами у горизонта стала его детством, и он сберег его в своих картинах. Потом он 10 лет проектировал системы дальней связи, но однажды вышел из проектного института и с тех пор пишет сценарии и ставит спектакли. Владислав Ханагов – создатель молодежно-театральной студии «Маренький принц». Я бы мог его назвать вторым отцом, точно. Потому что этот человек дал, объяснил, показал мне, открыл глаза, не на малое количество каких-то вещей в этом жизни. То есть, когда я сюда пришел, у меня в целом в голове произошел какой-то переворот. Так, ну что, друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Я педагог. Высшие категории, выше уже не бывает. 14-й разряд раньше назывался. Сейчас у меня где-то там 1035. Две ставки. Две ставки. Это значит, педагог должен 4 часа работать, а я работаю 8 часов. Формально. А на самом деле я работаю до часу ночи. Значит, неформально еще 4 часа каждый день я работаю. Без всякой зарплаты. Ну почему взрослые так любят всякие цифры? Когда говоришь им о том, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят, какой у него голос, в какие игры он любит играть, любит ли он ловить бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. После этого воображают, что узнали человека. Да-да. Когда говоришь им, я видел дом из розового кирпича, вот от которого цветы, а на крыше голуби, они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать, я видел дом, который стоит миллион франков. Вот тогда они восклицают восхищенно. Какая красота. Ты знаешь, а ты мне все больше и больше нравишься. Ты совсем не похож на взрослого. Жить от этого не легче. Он мне даже как друг. Тогда, пожалуйста, приручи меня. Я бы рад, но у меня так мало времени. А мне еще надо найти себе друга. Я маленькую принц играю. Ну, наверное, вот Слафан считает, что я подхожу для этой роли. Ну, я и сам думаю, что подхожу, да, нутром, душой, там, думаю, моя роль. Я полгода занимаюсь. Ну, я вот с сентября пришла. И как вам видишь? Мне очень нравится. Разные роли, разные. Можно попробовать себя на сцене. Мне тоже очень нравится, это интересно. Я играю в жизнь девочку, а здесь можно мне попробовать сыграть какую-нибудь королеву. Можно очутиться в сказке. Там сыграть роль интересная, которая в жизни не бывает. Например, в жизни уже сейчас не будет королевы, не будет маленького принца. Но когда ты бросаешься на куру, кура что должна сделать? Испуганно завизжать. Пусть кура еще там потрепыхается. Моя цель прежде всего, конечно, показать ребятам, что жизнь, даже сегодняшняя, тем более завтрашняя, она гораздо интереснее и богаче, чем им предоставляет сейчас возможность. То есть тот же компьютер, при его неограниченных возможностях, тоже интернет. Что на самом деле жизнь человека, тем более творческого человека, заключается в его внутреннем глубоком мире. В его связи с тем, что происходит не только здесь, в смысле на сцене, или там в нашем городе, или в нашей стране даже. В связи с тем, что происходит со всем человечеством. Вот это важно. Театр для этого существует. Он существует для того, чтобы оставалась сказка на сцене. Сказка, которая нужна всему человечеству. Сказка, без которой мы даже не заметим, как растеряем лучшую часть собственной души. Субтитры создавал DimaTorzok